Матрица 1 умножить, например, на матрицу 2, а хрязь получилась третья матрица. И он это делает очень-очень быстро за счет того, что оптимизируется под hardware, на котором запускается, и там это прям супер оптимально. Поэтому если у вас это действительно важная задача, то, наверное, в Java ее плохо решать. Особенно если матрица не 2 на 2, а там посерьезнее чуть-чуть. То есть 2 на 2 все равно на чем перемножать и все равно как перемножать. Я не думаю, что вы… А может быть вы сервис пишете, который перемножает матрицы. Тогда сделайте неудобный UI, чтобы люди больше 2 на 2 тяжело было вводить. Чтобы вот если уже 10 на 10, то все, человек думает, лучше не буду перемножать такую матрицу. Не такая важная была задача. И это спасет вас от многопоточности при перемножении таких матриц. Нет, это всего лишь идеи. Можно еще что-нибудь придумать. А кто… Давайте, ну раз нечем заняться. А кто перемножал матрицы в своем коде? Смотрите, какая классическая задача, да? В джаве, в джаве, в джаве. О, в джаве нет, в 2. 2. Что? Многопоточная прямо? То есть это на каком-то… вам пытаются сказать, как MapReduce какой-то такой простенький построит. Забыли и бог с ним тогда. Не такая важная инфа была. А на каком курсе учат? А там уже ничего не важно. Там уже совсем другие ценности у людей. На четвертом, пятом. Мы попали, к сожалению, на баг, который проявляется очень-очень редко. Я сейчас его попробую исправить. Но когда подсоединяется источник зарядки и проектор, то иногда начинает экран вот так моргать. Видите? Очень неприятный такой баг. И видите, он повторяется. И он повторяется там раз на 100 проекторов. Ну, поэтому я думаю, что мы отключим зарядку. И если уж совсем быть не в моготу, то мы ее подключим. Давайте потихонечку начинать. Кто сзади стоит и плохо видит, попробуйтесь продраться сюда. Здесь можно, по крайней мере, хоть на полу, но присесть. Значит, о чем я буду рассказывать? Доклад называется именно прикладная многопоточность. Потому что иногда ты смотришь на то, как рассказывают, какая Java Memory Model сложная, как с этим всем можно жить. И люди так понимающие говорят, да, да, это ужасно. И такое ощущение, что все пишут вот прям какой-то kernel код. Никак не меньше. Там не то, что спринговым хибернейтом, всем остальным не пахнет. Там тупо за каждую наносекунду люди борются. Хотя на самом деле я уверен, что у большей части из вас есть запросы в базу данных, и все ваши наносекунды рассеиваются, как только у вас появляется хоть чуть-чуть ИО. Уже дальше про наносекунды можно не разговаривать. И поэтому я буду, попытаюсь рассмотреть, какие же задачи, на примере тех проектов, в которых мне приходилось работать, какие же задачи действительно встречаются на практике. И как на вот этой высокоуровне многопоточности мы их решали. Плюс у меня есть доклад весь разделен на две части. Первая часть – это вот задачи, которые мы решали на практике. А вторая часть – это полезняшки. То есть, возможно, вы не знали, что существуют в Java мире такие конструкции, уже написанный какой-то код, и он будет вам полезен для того, чтобы решать ваши задачи, которые у вас встречаются в жизни. Поэтому у нас будет две таких части. Меня зовут Николай Алименков. У меня есть Twitter XP Injection. У кого есть тоже Twitter, присоединяйтесь, фолловьте. Сейчас я пишу много всякого затрагивающего политику. Так обычно я пишу только технологические вещи. Я уже достаточно давно работаю с agile методологией, это не так интересно. Десять лет уже я тружусь как на поприще Java, как Java технический лид. И вот уже более трех лет я возглавляю один из проектов, достаточно известных в больших кругах, скажем так, который в 2011 году там даже попал в топ-100 мировых стартапов. И пишем мы его здесь целиком. Вот как-то так. По совместительству я являюсь основателем и тренером в тренинговом центре XP Injection, от которого мы проводим множество всяких интересных образовательных мероприятий. Мы проводим четыре больших конференции в Украине. Одна из них, Selenium Camp, наверное, вам меньше интересна, потому что она об автоматизации тестирования. Но мне все-таки хотелось бы, чтобы разработчики больше этому уделяли внимание. Конференция JEO Conf, наверное, только ленивый не знает, что у нас проходит самая большая на просторах СНГ конференция, целиком посвященная Java. Проходит она каждую весну в конце мая, когда в Киеве замечательная погода. И мы все время растем, 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 растем. В этом году у нас было два дня, четыре сцены параллельных, много докладчиков, около 700-800 участников, и мы планируем расти и дальше. Поэтому присоединяйтесь, я вам рекомендую обязательно посетить эту конференцию. Мы привозим очень хороших докладчиков и очень интересные доклады. И конференция XP Days. Когда сегодня задавали вопрос, что, я считаю, надо уметь и знать Java-разработчику, помимо Java, то вот я считаю, что Java-разработчик должен уметь не просто писать код, а бы какой код, но уметь это делать качественно и чтобы оно не ломалось. Вот именно этому посвящена конференция XP Days. Мы обсуждаем и слушаем доклады, учимся чему-то в разрезе инженерных практик и подходов. Как делать continuous delivery, как автоматизировать, как добиваться качества, почему у одних команд это получается, у других совершенно не получается. Конференция пройдет очень скоро, в начале декабря, поэтому сегодня и завтра, для того, чтобы я узнал, насколько… А кто вообще идет на XP Days? Кто уже зарегистрировал? Ой, смотрите, кто-то идет. Кто не идет, но решит, у вас есть два дня для того, чтобы получить скидочку. Мне всегда интересно, насколько люди воспринимают информацию о том, что есть еще какие-то другие мероприятия, сидя на другом мероприятии. Вот, поэтому если вы сегодня и завтра зарегистрируетесь и укажете хэш-код Java Day Kiev в качестве промо-кода для скидки, вы получите 10% скидки. Поэтому посмотрим на статистику. А? Неважно абсолютно. Case insensitive. Вот, я сразу предупреждаю, особенно тех, кто любит потроллить, что все, что я буду рассказывать, оно базируется сугубо на моем опыте. Это может вам показаться, что какие-то задачи совершенно не важны. Может быть, они никому больше, кроме меня, никогда и не понадобятся. Может быть, вам покажется, что решение есть более оптимальное. У любой задачи есть разные решения. Поэтому я бы тоже хотел от вас чему-то научиться. Если вы видите, что какая-то задача может быть решена проще, лучше, более продуктивно, напишите, пожалуйста, мне об этом. Я буду очень рад. Честно. Я с радостью воспрямую обратную связь, даже если вы мне потом напишите, что мы делали совершенно неправильно. Это будет здорово, мы улучшим свой проект. Вот тут вот есть QR-код. Я первый раз в жизни использовал QR-код. Надеюсь, что я сделал это правильно. И тут есть коротенькая ссылочка еще. Вот у кого есть интернет и кто плохо видит, вы можете открыть у себя слайды и смотреть их на своих девайсах. Я дам вам буквально пару секунд для того, чтобы вы скопировали. Раз, два. Нет? Готово? Ёпрст. Так мы весь доклад будем один QR-код рассматривать. Вот поэтому я и не пользовался QR-кодами, потому что у всех разная скорость этих девайсов. Кто как. Все, идем дальше, да? Все, кто хотел, получил свой QR-код. Пойдемте дальше. Давайте начнем с практических задач. Я уже говорил, будет две части. Одна из них это сугубо практические задачи, вторая из них это уже какие-то полезняшки, которые применимы уже к вашим практическим задачам. Начнем, как всегда, с простого, потому что иначе мы все уснем. Но, я предупреждаю, не существует такой вещи, как что-то бесплатное и свободное. И в данном случае весь код, который будет показан на этих слайдах, я его не буду выкладывать на GitHub. Я не буду, не знаю, присылать вам его по почте. Я считаю, что вы получаете зарплату на своей работе не просто так, чтобы потом приходить на какое-то мероприятие, и вам говорят, о, если у тебя такая проблема, возьми мой код. Наверное, стоит его немножко пописать. У вас на этих слайдах будет достаточно кода для того, чтобы вы восстановили любое из этих решений. Но целиком кода доступно не будет никому. Идем. Первая задача, которая появляется, представьте, что у вас есть много сервисов в вашей системе. Их действительно много. У вас есть сервис, например, который делает какую-то асинхронную работу. Ему добавляют таски, он делает эти таски и постоянно слушает новые и новые таски. У вас есть другой сервис, который делает какие-то большие батчевые операции на базе данных. Например, ему дают, говорят, почисти там какие-то записи. И он потихонечку бежит и чистит. Теперь, предположим, вы захотели взять и остановить эту систему. Всю. Конечно, можно нажать Ctrl-C, и эта система остановится. Но это не всегда хорошо, потому что вы могли не успеть зачистить какие-то ресурсы. Вы могли, особенно с учетом того, что у нас облачная система, мы могли просто не остановить какие-то машины. У нас просто не было шанса их остановить. Поэтому хотелось бы какой-то более интеллектуальный способ остановить это. Можно написать следующим образом. Можно у каждого из этих сервисов, и представьте, как я уже говорил, что их может быть много, вызвать стоп. И ждать. Остановятся они, не остановятся. Каждого ждать. Это тоже нам не очень понравилось, и поэтому мы перешли к замечательному коду, который позволяет вам остановить их все одновременно. Есть классный класс. Классный класс, как звучит. В Java называется он Atomic Boolean. Потому что если бы мы просто передавали бы в каждый из них Boolean, то остановить бы их было тяжело. Надо было пробегать по каждому и говорить, твой Boolean тоже должен выключиться. Но передав туда Atomic Boolean, теперь нужно просто в одном месте где-то сказать этому Booleanу стоп. Все остальные, кто выполняет, это обязанность любого, скажем так, long-running сервиса, если ты длишься долго, или у тебя просто много работы, то ты должен время от времени спрашивать, они остановили ли нас. Что это дает? Это дает нам то, что теперь каждый сервис, а ему лучше известно, как ему остановиться более корректно. Может быть, он что-то куда-то еще допишет, может быть, он какие-то коннекшены закроет, может быть, он файлы какие-то закроет. И каждый сервис теперь понимает, что вот меня остановили. И нам эта концепция показалась очень удобной, поэтому мы ее используем повсеместно. Идем дальше. У нас, опять же, очень много взаимодействия, в том числе сетевого взаимодействия. Например, идет какой-то запрос, и мы идем в разное хранилище. И получаем информацию из одного, из другого, из третьего. И теперь представьте, а это не юзер-реквест, а это просто реквест внутри системы. И теперь представьте, как обидно, когда одно из этих хранилищ говорит, ой, у меня connection-фейлер. Мы говорим, ой, ну давайте exception пробросим. Мы его куда-то пробрасываем, там наверху думаем, да что с ним делать, с этим exception. И возникает очень сложный код. Кто-то кетчит exception, начинает что-то с ним делать, делает retry, который мы бы хотели сделать. Явно мы бы не хотели заканцелить всю операцию. И поэтому мы решили, что мы избавимся от этого раз и навсегда, и напишем класс, который будет это все сам делать. Класс очень простой. Помните stopped, о котором я говорил, да, он будет проявляться на некоторых слайдах. Очень простой. У него есть doTask, и он говорит, try to doTask, если у тебя попал exception, то чуть-чуть поспи. Я упростил версию, здесь по-настоящему есть фильтрация exceptionов. У нас есть понятие, что такие-то exception допустимы. То есть тут не все exception, но для простоты версии вам должно быть понятно. Чуть-чуть поспи, сколько это вот столько. Мы говорим, поспи вот столько, и потом просыпайся. Пока ты не заканцелен. Ну, не заканцелен, естественно, проверяет вот эту переменную stop. То есть мы делаем, пока у него не получится это сделать. Вы можете чуть расширить эту схему и сказать, что не более чем столько-то попыток, например. Но, опять же, когда вы говорите не более чем столько-то попыток, вы должны понимать, что какое бы вы туда значение не задали, когда-то случится, что он не добьется своей цели. У нас вот эти классы, они, получается, таски распределены по всей системе. Если система, например, у нее пропала база данных, то это значит, что ничего чрезвычайного не случается. Все просто пытаются выполниться еще раз. И если база данных отсохла вообще, мы этого не сильно ощущаем. Мы увидим много вот таких вот эрроров. И все. Система не упадет, ничего с ней не случится. И, наконец, еще одна важная штука, что если мы дошли вот до этого, не вернулись вот отсюда, а дошли вот до этого, то это значит, что нас остановили. Мы даем информацию тому, кто нас вызывал, что это произошел не просто какой-то exception, а это произошел exception, что нас в средине этих всех ретраев нас остановили, и надо сделать что-то соответствующее. Ну, например, чаще всего этот exception игнорируется наверху. Ну, то есть кто-то говорит, а вот если у тебя просто exception, это плохо, а если already stopped, это значит, что тебя остановили, ну, мне нечего себя больше взять. Вот такая вот простенькая реализация. Идем дальше. К сожалению, в Java, по крайней мере в JDK, по-прежнему не появилось простого способа решить вот такую тривиальнейшую задачу. У нас есть сервис, и хотелось бы иметь task-executor. Хотелось бы ему сказать, вот тебе task, вот тебе еще task, вот тебе еще task, подожди, пока все task выполнятся. Кто? А, ну, если делать, тогда однозначно есть. Future надо делать по каждой task. Я не хочу никуда future складывать. Я не хочу делать submit, получать future, складывать его в лист и делать везде одно и то же. Ведь я просто хочу у task-executor некого сказать просто, подожди, пока все task завершатся. Есть вторая штука, которая, казалось бы, есть вот этот executor, куда можно их сабместить, но по умолчанию класс executors, который создает новые executors, обладает такой штукой. Он, когда создает executor, он по умолчанию ставит туда нелимитированную очередь. И для того, чтобы поставить лимитирую, надо каждый раз писать это моя, linked, блок, q, и так далее, и вставлять ее туда. И получается, что я каждый раз пишу одно и то же. Это всех надоело, всем. И мы решили создать один, так как у нас много асинхронных тасков, мы решили создать один вот такой вот task-executor, который будет обладать приятным API. Давайте рассмотрим, каким API он обладает. Вот смотрите, у нас есть task-executor, он, естественно, называется concurrent task-executor. Тут ничего страшного нет. Мы ему передаем два параметра. Первый – это executor-service. Ну, это тот самый executor-service, который есть в Java. И второе – мы ему передаем вот этот ограничитель. Это сколько у тебя максимально может быть засобмечена задача. Это вот тот ограничитель, который говорит, не надо раздуваться очень сильно, потому что мы уже не раз выкусывали такие проблемы, когда просто кто-то использует task-executor, в него начинают сабмитить задачи без остановки и падаем по out of memory. Это очень легко получить. Поэтому мы говорим, вот у тебя пять. И плюс к этому мы говорим set task wait timeout. Это максимальный тайм-аут, сколько мы имеем права ждать какую-то задачу. Если task-executor не может за это время нас обеспечить получением результата, то, извините, надо бросать exception. Ну, нет смысла ждать больше, чем одна минута в данном конкретном случае. Но это конфигурируемо. Теперь смотрите, вот это, скажем, конфигурация. Теперь как он работает. Мы получили батчи. Вот у нас лист батчей. Мы бежим по батчам и говорим submit new batch process task. В конце мы говорим task-executor wait for all task completion. Я не хочу работать с низкоуровневыми сущностями, такими как future, такими как еще что-то. Это мне неинтересно. Мне нужен вот такой API. Этот API позволит мне писать красивый код, который все будут понимать. А тем более, когда у нас такого кода очень много. Как это работает? Видно хоть что-то? Более-менее. Да, это, по-моему, один из самых мелких примеров. У нас есть, я не знаю, поднимите руку, кто знает, что существует в Java такой класс, как Executor Completion Service. Видите, нас немного. Это вот вам первая полезняшка. Она почти решает эту задачу. То есть Executor Completion Service был создан для того, чтобы облегчить немножко эту боль. Executor Completion Service говорит, давайте через меня будут проходить все запросы к task-executorу, и я буду все эти future, которые получаются в результате, у себя собирать. И благодаря этому вы сможете потом у меня спросить, а дай мне следующий, дай мне следующий, дай мне следующий, и все закончится. То есть это, скажем так, ополовинивание вашей боли. То есть можно было бы остановиться и на этом. Но мы берем его, и теперь смотрите, вот у нас метод Submit, куда Submitится callable, представляющий из себя task. Мы первым делом проверяем Check Limit. Это делается абсолютно в синхронном коде, потому что давать task этому task-executorу, task-executorу можно из одного потока. Поэтому мы просто проверяем, количество задач, которые ты принял, больше либо равно, чем тому, сколько у тебя лимит стоит. Если больше, то подожди. Понимаете? То есть он теперь будет сам ждать и дожидаться, чтобы освободился слот для следующей задачки, если у него нет возможности с ней работать. То есть это все будет прозрачно происходить. Ну и, наконец, второй кусок. Это у него есть два удобных метода. Можно дождаться одной задачки. Wait for task completion. Ну, здесь try to get next task result. Я понимаю, что это очень сложный метод, но надеюсь, что вы его что-то допишите. Это тот, который у completion сервиса говорит, дай мне следующего. И обрабатывает exception. Обработка exception – это уже сугубо ваше личное дело. Как вы их обрабатываете, что если никого не могли получить, это такое. И, наконец, wait for all task completion. Смотрите, как удобно. Вы берете лист, говорите, мне надо получить столько, потому что в меня столько засобмитили, и пока не столько, давай получать эти результаты. Все, и назад возвращается лист. Все, работа с task экзекуторами мы закрыли, и никогда в жизни вы не обратитесь больше ни к completion сервису, ни к экзекутору, ни к чему другому. Это очень удобно. Идем дальше. Возникает такая задачка. У нас есть ресурсы, ресурс А и ресурс Б. Причем, внимание, ресурсы именованные. И нам нужно было бы обеспечить какой-то синхронный доступ к этим ресурсам, чтобы вот этому потоку, например, сказать, подожди, потом, ой, а где саксессы? Ну ладно. Всем остальным мы разрешаем. Одному мы говорим, подожди, потому что мы не можем одновременно дать доступ к ресурсу А. Внимание, важный момент, что они именованные. Это могут быть лонги в качестве айдишников, это могут быть строки в качестве имен, это может быть все, что угодно. Имя файла. И нам нужно обеспечить такую штуку. Давайте подумаем, как это можно было бы сделать. У нас есть очень классная штука, это reentrant read-write-лок. Он обеспечен для того, чтобы можно было делать read-локи, write-локи. Но теперь смотрите, ресурсы именованные, ключевой момент. Если я просто буду создавать read-write-лок, класть его в мапу и возвращать его тем, кому он нужен, вопрос, когда можно эту мапу чистить? Ведь иначе она будет расти до бесконечности. При нашей нагрузке этих именованных ресурсов очень много, они все разные. Это значит, что мы просто имеем у себя хип-проблему, которая будет просто накапливаться, 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 пока не выйдет в out-of-memory. Понятно? Сложность задачи. И что самое интересное, что я не могу просто в какой-то момент освободить от read-write-лок, потому что есть вероятность, что этот же ресурс попросил в это время кто-то еще. И вот это ключевая сложность этой задачки. Смотрите, сначала все просто. Вот у нас есть мапа, concurrent мапа, я надеюсь, все знают, кто такая concurrent мапа. У нее есть реализация concurrent хэш-мап. Смотрите, что мы делаем. У нас есть ресурс. Мы говорим, давайте посмотрим, может быть, этот ресурс уже есть. Мы говорим, если он есть, то все хорошо, мы его вернули. Если его нет, то мы создаем read-write-лок. Видите, здесь очень простой reentrant read-write-лок создается. Ничего сложного. И говорим, будь добр, оберни его в ресурс-лок и положи в мапу. То есть единственное, что отличает нас от первоначального решения, когда мы все read-write-локи клали сразу в мапу, это обертка ресурс-лок. С ней-то мы сейчас и разберемся. Нам надо считать, сколько раз мы выдавали этот лок. И поэтому мы вводим сюда каунтер. Видите? То есть мы его оборачиваем read-write-лок и вводим сюда каунтер. И у нас есть такой метод, который говорит decrease access count. Мы говорим, уменьши каунтер на единичку и после этого проверь, равен он нулю или не равен. И удали из мапы. Тут вы все должны закричать. Это же, если не синхронизировать, не будет работать. Правильно? Приходит кто-то, говорит, минус-минус, другой смотрит оно ноль и удаляет. Не, а как в одном потоке? Все же decrease из разных потоков. Вы же как с локом работаете? Вы взяли лок, попользовались и говорите, не нужен больше мне. И там происходит decrease. Вас таких может быть очень много. Не работает. И получается, что по-хорошему, чтобы это заработало, надо вот на этот метод поставить synchronized. он самый, ну, понятное дело, что он будет гораздо меньше, чем если мы бы синхронизировались просто по всему объекту. То есть тут маленькая задача делается. Проверяется всего лишь counter и делается remove. Но хотелось бы, скажем так, ослабить эту синхронизацию. Хотелось бы не делать ее по самому объекту, потому что все бы тогда висели на одном объекте. И тут приходит к нам вспоминание, что у нас именованные ресурсы. И мы используем интересную концепцию, которая называется sharding. Мы говорим, мы заведем striped. Кто знает, что такое striped? Ой, как замечательно. Google Guava никто не подключает к себе в проект. Есть такая штука, как striped, которая говорит, а давайте я вам создам, скрою от вас некую мапу локов. И когда вы будете обращаться и говорить, дай мне, пожалуйста, из striped лок, то я буду брать хеш-код и смотреть по тем ячейкам, которые у меня есть. То есть считайте, что мы просто вместо одного объекта, по которому мы должны были лочиться, мы говорим, мы будем лочиться по, не знаю, 64 объектам. И мы проблему того, что вот этот лок иногда происходил, ну вот на декризе потоки стыкались, мы ее уменьшили в 64 раза. Если вы по-прежнему видите, что у вас там происходит борьба за ресурсы, то вы можете уменьшить ее в тысячу раз. Ну просто увеличив размер вот этого страйпа. Причем страйп в данный момент используется lazy weak lock, который говорит о том, что сразу 64 лока не будет выделено. Будет выделено ровно столько, сколько нужно, и по мере того, как локи будут добавляться, они будут пополняться. Код происходит очень просто. Видите, вы говорите, страйпс, дай мне, пожалуйста, лок. Лок, лок, потом делаете вот то, что вам нужно сделать, увеличиваете каунтер или уменьшаете каунтер, и в конце говорите unlock. Это ровно то же самое, что если бы вы делали синхронize this, только вы делаете по одному объекту, лочимся теперь по многим объектам. Почему это работает? Потому что если ко мне пришел запрос по именованному ресурсу, и ресурс имеет одно и то же имя, то у него будет один и тот же хэш. И я их пущу на один и тот же объект. Понятно? То есть они могут пересечься в каком-то случае с другим каким-то объектом, что не очень хорошо, но это лучше, чем пересекаться по одному объекту. Идем дальше. Локи бывают не только межпоточные. Это очень хорошо, если у вас приложение стоит на одной ноде. И все живут на одной ноде, и все счастливы. Но когда у вас приложение крутится на 50 нодах, то часто бывает такое, что есть ресурсы, за которые надо побороться с другими нодами. То есть получается, вот у нас потоки, два потока в одном процессе и поток во втором процессе. Мы этому должны сказать wait, этому должны сказать wait, а этому почему-то не появляется success. Ну, этот success. Что мы для этого делаем? Для этого мы используем пару zookeeper и куратор. Все ровно точно так же, как у нас было с локами. Мы используем очень простую мапу. Видите? Локс. Тоже самое concurrent map. И мы делаем, когда нам нужно залочить, опять же, какой-то ресурс, мы говорим лок, создай лок и указываем путь, по которому он создается. Некий базовый путь плюс имя ресурса. Именованный ресурс, напоминаю. И после этого мы его лочим. Причем, если, ну, сейчас мы про exception поговорим, вот, если лок можно попытаться захватить и может не получиться, потому что кто-то его держит. Глупо висеть в этом до бесконечности. Можно сделать что-то полезное. Например, если мы его захватили, мы его сохранили. Это значит, что мы держим этот лок. Ну, чтобы потом проверить, например, а не держим ли мы этот лок, когда пришел другой процесс, другой поток из того же процесса. Ну, нелогично запрашивать общий лок, когда он и так у тебя. Вот. И онлок. С онлоком все очень просто. Мы делаем ремув по ресурсу из мапы и смотрим, если у тебя null, это еще один моментик, который позволяет нам сэкономить. Мы не синхронизируемся. Мы пытаемся удалить из мапы. Если нам удалось, никто параллельно с нами не пришел, то есть мы не получили null, то это хорошо, это значит, что уже кто-то освободил лок и у нас никаких проблем нет. Если же нам удалось, это значит, что лок по-прежнему держим мы, то это значит, что мы делаем ему релиз. Релиз и лок — это методы, которые мы вызываем на ZooKeeper, на кураторе, с помощью куратора. Они очень простые. Лок аквайр, лок релиз. Вот. И они могут бросать эксепшены. Мы их оборачиваем в ресурс лок фейлор эксепшен. Это значит, что мы не смогли захватить лок. Чаще всего, вообще, это почти не происходит, но если это происходит, то это значит, что недоступен, например, ZooKeeper. Ну, то есть там, проблемы с коннекшеном и так далее. И кто тут помогает? Wait until done task. Который говорит, а, не получилось сделать лок, ну я же автоматом попробую еще раз. И он попробует еще раз. И вы этого ничего не видите. Это все происходит внутри системы, с точки зрения API, которую вы написали, для вас все прозрачно. Как бы никаких проблем не случилось. Никакого ужасного кода для обработки исключений просто нет. Идем дальше. Вот это интересная задача. У вас есть ресурс, который говорит, я очень ценный ресурс, но вы не имеете права ко мне ходить больше, чем 3 реквеста в секунду. Если вы пойдете ко мне больше, чем 3 реквеста в секунду, я очень сильно обижусь и заблокирую вас. Пример, мы уже несколько таких примеров ресурсов имеем. Самый яркий пример из того, чем мы занимаемся, это краулинг доменов. Вот есть админ, который, например, нам уже слал черти какую жалобу, что мы делаем ему 2 реквеста в секунду. Все, он говорит, вы валите мой сайт, вы не даете работать нашему порталу. Портал. И он жаловался на нас, Амазону, и говорит, выключите их. Они 2 реквеста в секунду создают на меня. И поэтому это стало критично. Второй пример. У нас есть платный ресурс, который говорит, если вы будете меня вызывать 40 тысяч раз за определенный период, я буду чувствовать себя хорошо. Если вы это превысите, я не гарантирую, что я вообще буду работать. Ну, чтобы с этим не сталкиваться, мы хотим как можно быстрее с ним работать, поэтому тут важна низкоуровневая, скажем так, многопоточность. Потому что мы хотели бы все-таки его на самом лимите работать с ним. То есть вот если он разрешает 3 реквеста в секунду, то мы должны максимум усилий приложить, чтобы мы все это выедали. Потому что можно написать глупый код, который будет как-то их распределять по секундам, и в итоге вы будете недоедать вот этот вот лимит, который есть. Ну и, соответственно, этому должны сказать, извини, ты не прошел дальше. Какая структура есть в Java для того, чтобы ограничивать количество доступов к ресурсу? семафор. Вот вы зрячие собрались, смотри. Все слайды просили, а все все видят, оказывается. Семафор, да. А в чем проблема с семафором просто его использовать? Ну, смотрите, у нас есть код, мы говорим, новый семафор, в тебя можно 3 реквеста, начали идти потоки, просят у семафора, и вот мы закончили секунду, что дальше сделать надо? Надо поменять семафор, правильно? Ну, когда мы видим, что секунда тикнула, нам надо заменить семафор, зарелизив у него количество разрешений, сколько у него было изначально. И это синхронизация. Мало этого, теперь надо тикать по секундам. Надо считать текущую секунду, на которую этот семафор был обозначен, и следующую секунду. Синхронизации не хотелось вообще, потому что то место, где это применялось, оно очень сильно многопоточное. То есть туда щемятся все, кто угодно, потому что большая часть потоков потом сидит в ИО. Они идут кравлить кого-то и сидят в ИО, ждут там, пока им придет респонс. То есть потоков много, и они все туда ломятся. Любая синхронизация стала бы для них огромным боттлнеком. Поэтому мы решили создать кольцо семафоров. Смотрите, в чем штука. В одной минуте у нас 60 секунд. Поэтому для того, чтобы мне ограничить все эти 60 секунд, каждую из них, я буду просто брать текущую секунду и использую тот семафор, который отвечает за текущую секунду. Понятно это? Соответственно, очистка семафора, задача в сию секунду отпадает. Мне не надо прямо сейчас чистить семафоры. Все, что мне надо сделать, мне нужно почистить те семафоры, которые я уже прошел. Причем, скажем так, это у нас называется на безопасном расстоянии я от них нахожусь. То есть вот очистителю семафоров дали слово, он говорит, я взял слово, и он говорит, что может быть какая-то штука случится, меня временно куда-то переключат, то есть я где-то какой-то контекст потеряю. То есть он не может прямо чистить на текущую секунду. Поэтому он говорит, я от текущей отступлю в лема стока, в право стока и почищу все остальное. Понятно, да? Теперь многопоточность исчезла как таковая, потому что смотрите, как выглядит код, это мы инициализируем наше кольцо, вот у нас есть кольцо, мы все эти семафорчики делаем и каждому говорим, у тебя можно вот max rate per second. Все хорошо. Смотрите, как acquire выглядит просто. Пока не acquire. Он просто пытается, пока не acquire. То есть он ждет, там висит, нас это не интересует. Теперь смотрите, как acquire выглядит. Он говорит, try to acquire и берет активную ячейку в нашем кольце семафоров. Активная ячейка, как вы догадались, вот она внизу, она подсчитывается, как текущее время делить на тысячу и на ring size, ну то есть на количество минут в нашей, количество секунд в нашей минуте. То есть мы просто автоматически переходим на следующую ячейку. Вот и все. Как мы очищаем семафоры? Как я уже говорил, нужно очищать, вот у нас вот этот код. Мы говорим, какая сейчас активная ячейка, чтобы случайно ее не зацепить. Теперь мы говорим, мы отступаем сколько-то на save offset вправо от тебя, сколько-то offset влево от тебя и всех, кто там, мы чистим. И таким образом он как бы едет, параллельно едет очиститель, который запускается каждые там, по-моему, пять секунд. Вот, и параллельно едет наш код, который берет текущий семафор. Что еще раз? Save offset от этого спасает. Я не беру текущую ячейку, я беру все ячейки, которые за безопасным интервалом от меня. безопасно. Это значит, что я верю, что при любых обстоятельствах метод, когда он уже получил управление, вот этот, не заснет вдруг на более чем сколько-то секунд. Вот я верю, что мой код не заснет на 10 секунд. И я говорю, смотрите, опять же, если вдруг код, получив управление, вдруг приснет на 10 секунд, причем он нигде не переключает контекст, он просто говорит, я хочу исполняться, если он вдруг приснет на 10 секунд, то что произойдет? Это значит, что я меньше получу ресурса. Вот в этот очень странный момент, который произошел, не пойми почему, за почти 4 года в продакшен не произошел ни разу, но если он случится, я просто к какому-то ресурсу доступлюсь меньше, потому что я не почищу тот семафор. Секунда, текущая секунда. Вот здесь берем get current time list. Каждый поток лезет в ячейку, которая для текущей секунды. Следующая. Следующая задача, она такая, несколько суррогатная, но я решил ее показать, потому что она действительно у нас появилась и дала нам возможность параллельно в продакшене запускать несколько версий и экспериментировать. У нас есть некий task executor, который умеет выполнять какую-то задачу. Теперь представьте, что пришел, вот кто-то сказал task и говорит, я хочу ждать результатов сразу. Говорит task и сразу хочу ждать результатов. Task и хочешь ждать результатов. Напрашивается таких потоков много. Напрашивается следующее, а зачем нам обрабатывать эти все task независимо друг от друга? Ведь если rate попадания вот таких task достаточно высок, то мы могли бы очень серьезно повысить нашу продуктивность, если бы мы пытались в бэкграунде собирать эти task в бачи, откуда эта задача родилась? Она родилась из индексации. У нас приходит очень много документов на индексацию. И мы начали экспериментировать и поняли, что если мы будем агрегировать индексируемые документы и там по 100, например, или по 10 секунд и кидать их бачками, то мы очень сильно уменьшим ее, это раз, а второе, мы очень сильно ускорим весь процесс. Несмотря на то, что изначально это кажется не совсем логичным, потому что первый поток бы явно ушел раньше, если бы мы не делали бачинга. Как это работает? Это сам код, который должен индексировать. У нас, естественно, есть интерфейс индексатора, у нас есть реализация индексатора и у нас есть обертка над индексатором, которая говорит, когда ей вызывают индексацию, она говорит add task, передает туда вот этот документ для индексации и сразу же делает get. Видите, она говорит add task и сразу делает get. Это вот то, что я показывал вам на диаграммке. Все. Ну, тут она обрабатывает эксепшены, что надо сказать, если что-то не получилось. То есть код обертки, он очень простой. И параллельно в отдельном потоке есть кто-то, кто кружится и ждет вот этих бачей. Смотрите, как он выглядит. Он выглядит еще проще. Называется он batch task monitor. Он просто кружится бесконечно. Мы на тот момент, это написано было очень давно, мы еще использовали boolean вот этот с клоузами. То есть нету atomic booleana. И мы говорим, пока не с red interrupted, try to process next batch. Перейдем к try to process next batch. wait for next batch, процесс batch, release tasks. Если что-то случилось, fail tasks и clear batch. То есть, ну, все очень просто. В чем соль? Почему это позволило нам экспериментировать? Все дело в том, что вот это, ну, как бы это абсолютно реальный код, но он дает нам, как бы, фреймворк для того, чтобы по-разному накапливать бач, по-разному его обрабатывать. И вот вам пример, как, например, одна из реализаций ждет бачи. Она говорит, я буду ждать из очереди задач, буду полить таски, видите, с task wait timeout. Проверять, что я не получила null, потому что вот этот пол мог пройти то время, которое ему нужно и выйти за него. и добавляю их в бач. И теперь, внимание, самое интересное, это то, что существует бач delay strategy, который говорит, а давайте-ка подождем еще немножко, может быть, еще приедут задачи. И вот этот бач delay strategy, в него передается два параметра. Это task, с которого мы, который пришел первый в этот бач, и количество задач, которые у нас есть на текущий момент. Благодаря этому мы можем реализовать разные стратегии. Дожидайся fixed size бача. То есть пока это количество не станет 100, собирай бач. Мы можем реализовать другую стратегию. Только 100 миллисекунд тебе можно для того, чтобы собирать бачи. Если ты выйдешь за 100 миллисекунд, то будут слишком долго ждать те, кто дал тебе задачу. И благодаря этому мы написали несколько конфигурируемых стратегий, которые позволили нам на продакшене простым переключением, подбором нужных параметров получить ту производительность, которая нам была нужна. Не меняя сам механизм самой индексации, это раз. Второе, это просто обернув его красиво вот в этот бачинг-фреймворк. Потом мы поняли, что он вообще не завязан на индексацию, мы вынесли его в отдельные утилитные классы и, как видите, здесь он полностью дженериковский. Ну, то есть не важно, что процессить, это абсолютно не принципиально. Идем дальше. Ресурс, аксесс, контрол. Это чуть-чуть перекликается с задачкой, где мы говорили, что ресурс нельзя доступаться больше, чем сколько-то в единицу времени. Здесь немножко другая задача. Представьте себе, что у вас есть некий ресурс, вы хотите и идут к нему несколько потоков. Вы хотите каждому потоку, который неудачно затронул ресурс, вы хотите ему сказать, что тебе надо столько-то подождать и попробовать еще. Потому что тот ресурс не способен сразу тебя воспринять, если ты сразу же попробуешь. Такая задача, одна из областей, где такая задача возникает, это тот же краулинг. Некоторые сайты выставляют такой параметр, как краул-делей. Вы крауливаете первый URL, следующий вы имеете право закраулить только через 10 секунд, например. Если вы пойдете раньше, вы получите опять жалобу того админа, который попытается вас заблокировать. Вот такая задача возникает, соответственно, этому надо запретить, сказать тебе нельзя и порекомендовать ему, когда надо вернуться. Этому можно разрешить, этому можно разрешить, потому что он идет другому ресурсу. В чем сложность? Почему нельзя просто как-то хитро синхронизациями это решить? Дело в том, что таких потоков огромное количество. То есть их еще больше, чем в тех проблемах, которые мы решали раньше. Потому что теперь они уже коннектятся все, например, на целый домен. То есть вот идут отовсюду и пытаются по всему домену понять, можно такую операцию делать или нельзя. И поэтому мы хотели сделать ее вообще без синхронизации практически. Либо использовать, опять же, только механизмы, встроенные в саму Java. И поэтому что мы сделали? Мы завели concurrent map. Видите, concurrent map, он повсюду. Это такое ядро, скажем так. И мы завели понятие access timestamp. Оно появилось логично вполне, потому что каждый, кто приходит, он говорит, я пришел в такое-то время. И пытается себя указать как того, кто пришел. Вот мы создаем access request. У нас есть вот эта мапа. Это наш предыдущий лог тех, кто уже был. И смотрите, что мы делаем. Мы говорим access log. Ну, во-первых, мы делаем new access timestamp на текущее время, на текущую секунду. И мы говорим, давайте попробуем сейчас вставиться, как будто там никого нет. То есть мы говорим put if absent. Put if absent возвращает вам либо предыдущее значение, которое там было, либо null, если там никого не было. То есть теперь у нас появляется предыдущее значение, у нас есть текущее значение. Смотрите, что мы дальше делаем. Понятно всем, да? Вот было некое предыдущее значение. Оно могло быть как раньше нас, ну, там, минуту назад, например. Оно могло, благодаря многопоточности, оно могло быть и позже нас. Ну, два потока пришли, начали переключаться контексты и первый успел себя зарепортить раньше. Понятно это, да? То есть нет никакой связи и обязательности между этими двумя, что один всегда идет после другого. У нас есть текущее время и время последнего доступа. Что мы теперь делаем? Теперь мы делаем следующее. Во-первых, мы имеем вот такой вот методик, который позволяет тому, кто это все делал, этот access request, узнать, а не прошел ли тайм-аут, то есть какой-то дилей, который его интересует. То есть вот он передает туда этот crawl delay и говорит, слушай, а с точки зрения последнего запроса, crawl delay прошел или не прошел? Тот смотрит, о, прошло 10 секунд. Но этого мало, правильно? Потому что нам всем могли выдать один и тот же временной токен. Мы все, как одновременно потоки, проверили, сказали, ой, классно, delay прошел и все ломанулись. Такого нельзя допустить, но и синхронизироваться не хочется. Поэтому, когда человек проверил, что его delay прошел и все нормально, он пытается себя залогировать как успешный. И что он делает? Он делает replace. В concurrent map есть замечательный метод replace, который говорит, вот по такому-то ключу попробуй заменить вот это старое время, которое у нас last access time, на меня, на current access time. И он сработает, тут как раз этот флажок называется still act all, сработает тогда, когда ты действительно, ну, никто не приходил до этого. То есть тот last access time, который ты получил, он и заменился аккуратненько. То есть если мы пришли параллельно и мы попытались это сделать параллельно, кто-то из нас будет первым. Кто-то за реплейсит успешно, следующий за реплейсит неуспешно. И теперь получается, что мы ограничили это пропускной способностью concurrent map. Я надеюсь, что Doug Lee и все прочие люди, которые пишут этот concurrent map, делают его хорошо и это не принесет нам проблем с конкурентностью. То есть мне не хотелось бы спускаться еще на уровень ниже и делать это самому. То есть теперь мы получили, что с помощью базовых конструкций языка Java, которые созданы для конкурентности, мы получили решение для вот такой задачки. Все, больше кода нет. И наконец еще одна задачка это counter. Многие, скажем так, во многих местах используется статистика. И в этой статистике многие считают, например, количество, сколько раз вызывался этот метод. И думают, что взять? Что вы берете? Многопоточный код, то есть он идет в этот метод. Что надо взять? Кто-то уже знает, что надо взять по-настоящему. Но я думаю, что большая часть из вас берет Atomic Integer. Ну или Atomic Long на самом экране. Но лучше Atomic Integer, я не думаю, что у вас прям столько запросов идет в минуту. И вы начинаете взять Atomic Integer. Atomic Integer очень сильно вас синхронизирует на самом деле. И многие потом удивляются, ой, что-то у нас статистику включаешь, код начал сильно медленнее работать. Начинают искать, в логах может быть что-то, мы в логе что-то пишем. Нет, просто вы упираетесь даже в ту быструю синхронизацию, которую дает Atomic Integer. И поэтому хотелось бы какую-то конструкцию получше. Все ждали, что она появится в Java 8, но Java 8 все запаздывало и запаздывало, поэтому ее написали уже давно без Java 8. То есть ее давно реализовали в Guavi и в других библиотеках. И называется она LongAdder. Вот такой простенький код есть. Не беспокойтесь, мы его разбирать не будем, я вам просто расскажу, по какому принципу он работает. он вместо того, чтобы брать некое единое число, это очень упрощенно, потому что сейчас начнут кидать помидоры, что это не совсем так, вместо того, чтобы держать некое одно число и с ним работать, он говорит, а давайте мы будем каким-то образом это число разделять на маленькие подсчетчики, чтобы снизить синхронизацию между ними. И он разделяет их аккуратненько по хэшам, считает их, и он говорит, что зато мы чуть-чуть удлиним время операции, которое нужно значение посчитать. Ну, раньше мы просто возвращали значение, теперь мы должны по вот этим маленьким подсчетчикам пробежаться и сумму их посчитать. Ну, и как бы ничего страшного. Это же статистика, правильно? Все равно, когда вы имели atomic integer, в который постоянно кто-то что-то инкрементил, то вероятность того, что в тот момент, когда вы получили сумму, она уже другая, ну, просто гигантская. Вы спросили, он говорит, тысячу один, а на самом деле уже тысячу пятьсот. И в этом нет проблемы, это статистика, вы все это понимаете. Поэтому рекомендованный способ, в Java 8 он встроен, и уже есть long-adder. Если вы не в Java 8, long-adder вам в помощь, посмотрите в Guava. Давайте ко второй части. У нас осталось 10 минут, я думаю, что мы вполне уложимся. Есть еще разные полезные ши, которые не пригодились нам, или мы на них посмотрели и поняли, что они не совсем подходят той задаче, которую мы делаем, но они могут пригодиться вам. И давайте их рассмотрим. Итак, первый. Кто пользуется thread factory? Поднимите руки. Большая часть из вас пользуется, на самом деле. Вы врете. Вы просто не видите, что вы ей пользуетесь. Вы создаете экзекутор, и экзекутор у себя там внутри передает некую дефолтную или только что сконструированную thread factory. И что вы в итоге получаете? В итоге вы получаете в логах, где написано поток 17 или поток 22. Что это за поток? Куда он вообще? Какие задачи этот поток решает? А бог его знает. Чтобы такого не было, чтобы вы четко по логам могли выяснить, кто решал какую задачу и почему в этом потоке что-то посыпалось, вам предлагается замечательное thread factory builder. Вы можете сказать, пожалуйста, naming pattern будет у нас parser и вот такую штучку передать. Процент D. Это номер потока. Соответственно, когда я потом буду смотреть в лог, я буду видеть, что это parser, поток номер 3. Это гораздо лучше, чем видеть, что это просто некий мой поток номер 128. И это вообще мне ничего не говорит. Потом вам говорят, это должны ли быть эти потоки, которые производятся демонами или нет, какой у него должен быть приоритет. Я думаю, вот это вы меньше всего используете. Самое полезное отсюда это именованный паттерн. Вы делаете фабрику и когда вы потом делаете executors, вы говорите new fixed thread pool и передаете ему, например, 10 и эту фабрику. Теперь все ваши потоки, которые создавались в этом thread pool будут иметь вот такой нормальный вид в логах и везде, где вы с ними будете работать. Идем дальше. Concurrent utils. Как мы видели, есть такая штука замечательная, как Concurrent Map. И, наверное, большая часть из нас ей когда-либо пользовались. И я думаю, что большая часть из вас писала вот эти две строчки кода. Map, put if absent, key value, а потом смотрели на результат. И если результат не null, возвращали результат. Иначе возвращали value. Потому что Concurrent Map возвращает вам тот результат, который находился до вас. Вы же, когда вставляете, вы хотели бы узнать текущее состояние этого Concurrent Map. И поэтому такой код пишут все. Я очень рад, что я нашел метод в Concurrent Utils, который делает это за вас. Вы просто говорите put if absent, передаете туда map, key value. Все. Строчек кода стало на одну меньше в каждом случае, когда вы это используете. Это приятно. Вторая штука. Это тоже очень часто встречающийся код, когда вы работаете с фьючерами. Согласитесь, что фьючер может бросать эксцепшены. и это execution exception, один из них. И вы чаще всего что делаете? Вы говорите, execution exception сам мне ничего не дает. Я должен из него достать причину этого execution exception и уже выбросить причину. И вот этот код одинаковый. Если причина runtime exception, брось runtime exception. Если причина это error, брось error. Делает каждый, кто работает с эксцепшенами в многопоточной среде. Это очень неудобно, поэтому в Concurrent Utils уже есть такой метод. И этим самым вы обеспечите себе меньше кода, который ничего не делает. Идем дальше. Есть замечательная штука, называется она timed semaphore. Как он предполагается использовать? Он используется ровно для того же, что я и говорил, когда вам необходимо совершать не более, чем какое-то конкретное количество операций в какое-то определенное количество времени. То есть, например, вот здесь он сконфигурирован, что я не могу осуществлять больше, чем одну операцию в 10 секунд. И тогда весь остальной код очень прозрачный. Он говорит, пока мы не закончили, будь добр, у semaphore попытайся зааквариться, если не получилось, ну, legal state exception, и сделай какую-то операцию, например, про апдейт статистику. Вы спросите, почему мы его не взяли для своей вот той задачи, где нужно было ограничивать rate в секунду. Дело в том, что он очень медленный. Если я вам тот код показывал, который у нас с кольцом semaphore, у него вообще нет синхронизации. То есть он бежит на максимум пропускной способности semaphore, то вот этот код синхронизируется по самому вот этому time semaphore. Там метод synchronize стоит. Весь аквайр идет в методе synchronize. Почему я тогда вам его показываю? Дело в том, что у вас, возможно, есть задача, в котором действительно один поток лезет в базу данных и что-то обновляет. Нет у вас вот этой вот конкурентности, когда много потоков идет. И тогда это замечательное решение, не надо писать ничего своего. Никакого кольца semaphore, хитрой очистки и так далее. Вот взяли time semaphore и оно все работает. Идем дальше. Очень классная штука, которая написана тоже в commons slang time limiter. Time limiter работает несколько по-другому. У вас есть метод какой-то, который лезет, например, в базу данных. И у вас есть некий rule, который говорит, если ты полез в базу данных и у тебя не получилось вернуть результат в течение, например, 5 секунд, то все, мне результат не нужен, заканчивай эту задачу и падаем. Достаточно такая распространенная задача. Смотрите, как эта штука помогает ее разрешить. Мы делаем limiter. Ну, понятно, limiter можно было бы шарить на весь класс, на несколько классов. После этого мы для каждого нашего, кого мы хотим лимитировать, мы делаем прокси. Мы говорим limiter, new proxy, указываем, кого мы проксируем. Вот в данном случае это keyword checker. Указываем, какой это класс. Ну, это специфика, скажем так, Java. И говорим, сколько максимум ему можно выполняться. То есть, теперь, когда я получил прокси, я на прокси вызываю check keyword, geconv. И если у меня geconv не выполнился за нужное мне время, то у меня упадет exception. Unchecked, timeout, exception. Ну, я могу там делать retry, могу еще что-то делать, но я получил полный контроль над этим. То есть, если вам необходимо к каким-то ресурсам доступаться, и вы говорите, не хочу ждать больше, чем сколько-то, надо валиться, то это замечательная штука, чтобы так делать. Следующая штука, которую мы тоже рассматривали как кандидатуру в ограничитель на количество запросов в единицу времени, он для этого и создан. Rate Limiter. То есть, он действительно лимитирует rate, но он лимитирует несколько по-другому. Он говорит, смотрите, если мы знаем, что у нас 5 запросов в секунду, то давайте сделаем так. Первый запрос пошлем в 0 миллисекунд, второй запрос в 200 миллисекунд, третий запрос в 400 миллисекунд, и тем самым мы не просто ограничим нагрузку, она по умолчанию будет ограничена, раз мы так распределили, но мы еще и плавно ее сделаем. Понятно? Ну, то есть, мы распределив по секунде, если взять пример секунду, распределив это количество запросов, мы нагрузку будем делать плавную. Никогда не будет такого, что в 0-0 пришли 5 потоков и вместе туда ломанулись. Ясно суть? Почему это нам не подошло? Потому что мы-то хотим как можно больше сделать, но не больше, чем лимит. Если нам, например, в конце какой-то дребезг начинается, и мы не успели воспользоваться своей возможностью, мы ее провтыкали. Поэтому нам интереснее максимальное количество делать по мере того, как потоки освобождаются. Именно поэтому мы этот класс не использовали. У него есть еще одна классная штука. Вы можете, вот когда создаете рейт-лимитер, указать ему разогревочный период. Вы можете сказать, что нагрузка должна быть равномерна, но первые, например, 10 секунд ты пока так, потихонечку. Это очень классно, когда вы, например, кэшом начинаете каким-то пользоваться, и очень здорово его сначала прогреть, то есть не ломануться всем сразу. И он говорит, окей, вы попросили меня не более 5 запросов в секунду. Я на первую секунду дам 1, на вторую дам 2, на третью дам 3, и распределю таким образом, чтобы в конце вы выйдете на тот рейт, который хотели, и будете по нему идти. Вот такой вот рейт-лимитер. Striped. Мы Striped уже затрагивали, я надеюсь, что понятно, что это такое. Если вам необходимо лог, и вы боитесь синхронизировать на каком-то одном объекте, и у вас есть некое имя или ключ, по которому вы могли бы их распределить, вы делаете Striped, и получается, эту проблему несколько нигилируете. Следующее. Listable future. Это вот такая штука замечательная, которая позволяет вам, ваш код изменить несколько функциональную парадигму. То есть не вызывать самому на future get, обрабатывать exception, а сделать чуть-чуть наоборот. Вы обращиваете future в Listable future, и потом добавляете к ней листинера. Вы говорите, add callback, и получается, на success вы получите свою операцию, на failure вы получите свой exception. Понимаете? Более функциональный стиль разработки. Вы говорите, выполнить операцию в базу данных, и add callback, на success, я добавлю, например, в кэш, на не success, я брошу exception. Ну, нету вот этого всего работы с самими future. Мы подошли к концу практически. Следующее это uninterruptables. Для меня это было странно, что такой класс существует, но потом я понял, кому это нужно. То есть, например, Cassandra использует его там вдоль и поперек. Uninterruptables содержит в себе огромный набор методов, и здесь они еще, по-моему, даже не все, как дождаться чего-то или как выполнить какую-то операцию так, чтобы вас не заинтераптили как поток. В Cassandra это очень важно на примере Cassandra, потому что иначе она потеряет connection. Поэтому она любую операцию, она считает, что операция достаточно краткосрочная, поэтому она говорит, никаких прерываний. Этот поток нельзя прервать. И поэтому она всегда, когда что-то пытается сделать, какое-то действие, она всегда говорит uninterruptable. То есть, если она там пытается из ГЭТа что-то достать, uninterruptable. И тогда у нее никогда не выскакивает interrupted exception, который, если мне память не изменяет, как он называется, который никто никогда не обрабатывает. И все говорят, этого не может быть. Lock unexpected exception. И вот это, ну, кому это нужно, вот такая штука существует. Я ее сюда добавил, только потому, что она действительно используется и в достаточно популярных клиентах. И, наконец, последнее. Я добавил это сюда, это полезняшка более идеологическая. Мне очень понравилась элегантность идеи локирования. Написали не так давно на Doe статью, в котором рассказывали, чем не подошел reentrant lock. Вы можете ее почитать, может кто-то уже ее читал. Я не буду рассуждать, хорошо это или плохо, но вот такую идею локирования, без локирования, вы возьмите себе на вооружение. Смотрите, как интересно она работает. У вас есть верхушка очереди. То есть, вот это QNode это очередь тех, кто становится в очередь за каким-то ресурсом. У вас есть верхушка, у вас есть ваша нода, это вы непосредственно, кто ваш поток представляет. Видите, thread local. Я надеюсь, что такое thread local объяснять не надо. И у вас есть предшественник ваш. Ну, представьте, вы пришли в очередь и говорите, кто крайний? Вам говорят, вот он крайний. Я говорю, я за вами. Теперь, для того, чтобы мне не пропустить очередь, мне надо всего лишь знать, кто за кем я стою. Я могу уйти и сказать, я за ним занимал. Правильно? И потом весь процесс повторяется. Тот, кто приходит за мной, он говорит, ой, я за вами. И мы выстраиваемся в очередь. Кто получает доступ к ресурсу? Ой. Доступ к ресурсу получает тот, кто сейчас во главе очереди. Понятно, да, процесс? Теперь смотрите, как это работает. Когда вот этот лог создается, он создает одну ноду, ставит ее во главе очереди и говорит, мы сейчас нет очереди, мы не залокированы. Все как бы хорошо. Теперь идем дальше. Когда производится лог, мы говорим, моя нода, дай-ка мне ее, залокируйся, теперь возьми меня и поставь во главу стола. Видите? И когда я во главу стола кого-то ставлю, то мне возвращают того, кто там раньше стоял. Понимаете? И я его ставлю к себе в предшественники. Видите? И теперь, чего мне надо подождать? Когда вы в очереди стоите, чего вы ждете? Вам не важен размер очереди. Вы ждете того, что у вас предшественник закончил свою работу. И все, что я делаю, я говорю, while предшественник имеет флажок locked, который, естественно, volatile, вот тут стоит. Вот. Это самое низкоуровневое, что я вам сегодня рассказывал. Видите? Volatile. Пока у предшественника этот флажок lock не появится, я зависаю. Но я зависаю, это тип локов spin lock. Это лок, который просто висит. Он висит в потоке. Вот. И иногда он оказывается гораздо более выгодным. Когда нагрузки идет много и нагрузка постоянная, иногда оказывается гораздо выгоднее повисеть в цикле while, чем просто взять и переключать контекст потоков. И вот это надо брать на вооружение. Теперь смотрите, что происходит на unlock. Я говорю, во-первых, я свою работу закончил. Я беру себя из гетта и говорю, я locked false. Видите? И после этого я говорю, теперь меня я поставлю того, кто стоял у меня в предшественнике. И вот ставлю его туда. Все. Видите? Нигде нет синхронизации, нигде нет ничего. Мы везде просто висим вот в этом цикле, ожидая, пока предыдущий товарищ не закончит свою работу. Очень интересная, элегантная концепция. Идем дальше. У нас осталось совсем чуть-чуть времени. Есть такая замечательная штука, как дисруптор. Кто слышал про дисруптор? Кто его использовал когда-то? Сразу все попрятали руки. На самом деле, попробуйте. Я когда сразу смотрел про него доклад когда-то очень давно, я думаю, ох, там, наверное, целая система еще написана. Это же тяжело затянуть себе. И потом, когда мы рассматривали дисруптор как кандидатуру для решения одной из наших задач, я его все-таки затянул, посмотрел, там оказалось, классов 15, наверное. И причем большая часть из них очень простые. То есть ничего сложного там не написано. Действует вот такая штучка, я в двух словах опишу. Все текущие задачи, там тоже синхронизация сделана не за счет синхронизации, все текущие задачки на обработку помещаются в буфер. Причем буфер круговой. Соответственно, продюсер бежит по этому буферу и он точно знает, что оттуда никто ничего не делает. Он туда кладет задачку. А консюмер бежит по этому буферу и точно знает, что туда никто и другой продюсер не кладет. Он оттуда берет задачку. Соответственно, если у вас нагрузка выровнена, там есть много разных стратегий, то все аккуратненько себе бегут и все. Как только один догоняет другого, то есть, например, продюсер подобрался к ячейке, которую потенциально вычитывает консюмер, его усыпляют ненадолго. Ну, то есть, его блокируют. И там, опять же, есть разные спинами, его блокируют без спинов. Это все уже зависит от вашей нагрузки. Если у вас нагрузка коротенькая и постоянная, то в этом случае это все там очень легко конфигурируется, но для нашей задачи не подошло. Кто работает с разными процессами, у кого процессы разбросаны, например, по облаку, я вам обязательно рекомендую посмотреть на ZooKeeper и Куратор. Там есть очень много конструкций, которые позволяют вам реализовать низкоуровневые конструкции из Java, но между процессами. Там есть выбор главного, там есть локи, барьеры, счетчики, все, что нужно для успешной работы. Поэтому работает это очень быстро. Не переживайте, что это вас как-то замедлит. Понятное дело, что сначала надо локально как-то там засинхронизироваться и уже потом лезть в интерпроцессы. Но это must to have, если у вас есть разные процессы. Здесь я добавил ряд полезных ссылочек, чтобы посмотреть, откуда все эти библиотеки растут. Нашел каких-то несколько статей, не знаю, за качество я их не ручаюсь, но по крайней мере они чуть более детально опишут то, что я рассказывал. И, наверное, а, ну и нельзя так просто взять и писать многопоточный код. Это вы должны точно осознать. Если вы не знаете базиса, если вы не знаете, как устроены внутри локи, чем это чревато, какие у вас есть варианты, посмотреть, не реализована ли конкретно ваша задача где-то еще в другом месте, лучше не пишите ваш код. Лучше для надежности поставьте синхронайз тест и живите синхронайз потому что с синхронайз вы будете уверены, что у вас все хорошо, а вот с тем, что вы напишете, вы можете получить большие-большие проблемы. Поэтому учите базисы. Спасибо за внимание. А презентация опубликована, поэтому там вы все найдете, не переживайте. адрес презентации, а я думаю, что организаторы конференции просто выложат и вы презентацию получите. У нас есть время на вопросы или нет? Нет? Или есть? Ну, у кого есть вопросы, давайте задайте. Я делал что? Да. Я понял ваш вопрос. Я делал вставку без проверки есть или нет. Я делал put if absent и он мне эту проблему решал. Перед страйпом вроде не было. Было, было. Там везде был put if absent. Если вы посмотрите еще раз презентацию и найдете, что там есть проблема, обязательно пишите об этом мне. И второй вопрос с дизраптором, с которым мы сами столкнулись. То есть до тех пор, пока внутри вот этих бакетов экшенов держишь примитивное, типа все хорошо, как только ты туда вставляешь линк на объект какой-то. Ну, например, как в вашем случае, наверное, таск будет. Ну, и консюмер берет, таски эти выкрепает, что-то процесс. И резко оказывается, что между консюмером и продюсером там около минуты двух, ну, пока обойдет. Все это время, оказывается, линки висят на памяти, держат. То есть наиболее эффективно после консюмера еще нулификатор ну, именно найдет вторым. Есть нюансы, да, я с вами полностью согласен, но у нас нюанс был в другом. Диструктор круто работает, если вы делаете очень коротенькие операции. Да. То есть вот если вы что-то сделали и все. Если же у вас операции, это, а давай-ка я в базу данных схожу, все, забывайте про диструктор. Если у вас нету гарантии, что каждая операция будет завершаться там за доли секунды, то не берите диструктор, он вам все угробит. Не, в этом плане тоже можно взять, потому что он нормально поддерживает бач. Ну, разве что. Ну, разве что для этого. Все, еще раз спасибо, что пришли. Если у кого-то будут вопросы, я еще буду завтра здесь, и вы можете меня найти и что-то спросить. Спасибо.